Лучшее в стране Григорий, мы вас пока ждали, я уже говорила об этом, я еще расскажу, а вдруг я не права? Это тот человек, который в 25 лет в нашей стране стал миллионером. Да, там знаете, это очень просто. У меня есть товарищ, он белорус, и он говорит о том, что, Гриш, меня пригласили выступать на одной из конференций, и когда меня приглашали, о моей компании писали, что оборот 1 миллиард рублей. Что в принципе правда, 1 миллиард рублей, оборот моей компании. А когда на другую конференцию приглашали, переписали данные и написали, что не оборот, а прибыль. А на третью конференцию написали не прибыль компании, а личная прибыль, миллиард, и не рублей, а написали долларов. Между этими конференциями. И я говорю, между этими конференциями прошел год. И он говорит, итак, когда составляли список 10 богатейших людей Беларуси, я попал в топ-10 богатейших людей Беларуси с состоянием личным 1 миллиард долларов. И он говорит, и тут мне стало страшно, потому что это же в КГБ сразу попадает Беларусь. А у них-то там вообще серьезные. Александр Григорьевич может позвонить и сказать. И я, говорит, я отменял все дела, я побледнел, я 2 дня сидел, всех обзванивал, я клялся, нет денег, нет денег, я вам клянусь. Да, поэтому миллионер, это же все очень условно. Что миллионер, в бизнесе или в личной прибыли, в рублях или в долларов, или в евро. Это же все очень условно. Ну, у нас как в стране принято говорить, ой, миллионер, да, а в чем, как, мы же не разбираемся, люди простые. Да, какой миллионер, значит, что у него, в кэше у него, в офшорах или у него в бизнесе. Ну, вот у нас, например, мы этот год закончили на ярд 200, ну, в рублях, и это в обороте. А сколько там моржи, ни один нормальный предприниматель никогда в жизни не скажет. Ой, мамочка, пошли, пошли вот эти вот сложные слова, я тебя предупреждала, Рома. Сложные экономические термины, ну, а что, давай, давай переводить. Ярд, это несложно. Это мне очень понятно, а вот там уже моржи и моржи начинаются. Просто я искал ярд, я смотрю, у тебя глаза прям заблестели. Это не мера длинной, понимаешь, это другое. Окей, давай, подожди, мы на ты уже так резко перешли. Ну, я просто чувствую разницу у нас в возрасте, я же чувствую, что я намного старше тебя, и поэтому я сразу с учетом этой дистанции сразу... Джентльмен, молодец. Григорий, есть такие люди в нашей стране, которые ни разу, их мало, правда? Да. Но они есть, которые не слышали про школу синергии. Их много, к сожалению, да. Их много, давай тем, кто не слышал и не знает о ней, расскажем, чем вы там занимаетесь. Мы занимаемся... Такими простыми словами. Можно я чуть понизь, да, я уже могу? Да, делаю, конечно, он регулируется. Я тебя не вижу за ним, и мне грустно. Значит, синергия занимается образованием. Мы самый крупный игрок в России и в СНГ, и в Восточной Европе, который занимается бизнес-образованием. Мы делаем разные образовательные продукты, и эти образовательные продукты доставляем до конечного потребителя. Это курсы какие-то? Это все на свете. Курсы, семинары, тренинги, один день, два дня, полуторагодовое обучение MBA, форумы на 20 тысяч в Олимпийском, которые проходят в Москве, в Дубае, в Тегеране, в Нью-Йорке. Ты же первый начал форумы подобного уровня организовывать в нашей стране. Да, 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 мы первые. Это очень много образовательных программ, их больше трехсот. И если ты закончил вуз, тебе 22 года, и ты хочешь получать дальше образование по бизнес-компетенциям, по вдохновению, по психологии, бизнес-тренинге, то тебе к нам. Потому что у нас тотально есть все обучение. В онлайне, очень. Но если все на свете, то есть больше трехсот образовательных программ. То есть мы самый крупный игрок в России. Ну, кто что сейчас говорит про высшее образование, я тоже читала и твое интервью на данную тему, что нужно, не нужно, там вот у Тинькова нет, например, да. Ну, нужно. Ну, давай, мы теперь об этом поговорим. Какое нужно? Ну, там все очень просто. И те, кто говорят, что оно не нужно, они приводят в пример Тинькова и Марка Цукерберга. 90% людей из списка Forbes, они получили высшее образование. То есть, как правило, это люди, получившие системное высшее образование. То есть Брэнсона, Цукерберг и Тиньков, это как раз... Исключение. Да, исключение, это те 5%, которые они получили. Поэтому это как в покере. То есть, если ты хочешь в жизни больше шансов, то тебе необходимо действовать, исходя из того решения, которое в статистике, просто по статистике тебе больше шансов дает. По статистике тебе больше шансов дает получение системного высшего образования. Как минимум, в России тебя это вводит в определенный уровень элиты, которые, возможно, учатся с тобой в одном высшем учебном заведении. Представьте, как повезло ребятам, которые заканчивали Санкт-Петербургский государственный университет в 70-х, или когда Владимир Владимирович заканчивал СППГУ. Они все сидели на одной студенческой скамье. Им всем повезло. Или однокурсникам Дмитрий Анатольевич. То есть, ты попадаешь в определенные... А твоим однокурсникам, я думаю, тоже повезло. Моим однокурсникам не повезло. Почему? Расскажи. Не повезло. Я мало учился. Я как раз в меньшей степени. То есть, я не получил, скорее, системного высшего образования. То есть, системного высшего я не получил. Я все-таки в большей степени своей молодости работал. Так случилось. А, то есть, ты начал работать сразу после окончания школы. Я, да. В 17 лет ты попал в Синергию. В 17 лет ты попал в Синергию. Да. Я работал усердно. Что ты делал? Не в Синергию. Нет, это был вуз, который впоследствии путем очень сложных скупок и покупок приобрел актив под названием Синергия. Мы тогда приобрели актив, а Синергия вообще уже 30 лет. Синергия появилась в 1988 году. Мы будем праздновать в этом году 30-летие. Ничего себе. А давайте-ка посмотрим на Синергию. У нас есть видеороликчик. Давайте смотрим, слушаем. Что там у нас есть? Мы сегодня проведем событие, о котором вы будете рассказывать детям. Майк Тойсендарсон. Я хотелось бы, чтобы не было 10 обстаклей, которые стоят в моем пути, чтобы достигнуть мою целью. Это не куча, чем твой цель. Это тоже спикер известный. Это ноябрьский форум, да? Это ноябрьский форум, да? Это последний наш форум, который стал в Книге рекордов Гиннесса мира, как самый большой бизнес-форум, проходивший когда-либо в мире. Ливерстоун ругал Соединенные Штаты Америки. Ну, ты сделал невероятное, да? Это были все топовые спикеры были здесь. Брэнсон, чем было круто? Брэнсон сам по себе был не очень ярок, а вот чем было круто, что он сделал пост в Инстаграм, а там посмотрите, какая теперь стала Москва. Это дорогого стоит. И все англичане, русофобы, думающие, что Россия — это страна, которая бомбит детей в Сирии, и больше мы ничем не отличаемся, они увидели, что у них в Лондоне таких событий не проходят. Сэр Ричард, большое спасибо. Да, спасибо Брэнсону. Было много очень интересных мотивационных речей. Маршал Голдсмит — это один из умнейших людей мира по версии Top Fingers. Он входит в 23-е место у него умнейшего человека мира по лидерству. Он спикер. Насим Талеб, «Черный лебедь» и «Антихрупкость», один из ведущих экономистов мира. Ну, они так все под сотню тысяч долларов стоят. Ну, кроме суперзвезд. Суперзвезды очень дорогие. Получается, сколько было вот таких суперспикеров? Ну, восемь. Получается, что они, насколько я понимаю, на этих мероприятиях, на форумах, рассказывают о своем секрете успеха и дают какую-то мотивацию тем людям, которые идут к этому. Как это происходит? Суперзвезды. Они рассказывают о своих секретах успеха и своей жизни. Ну, Тайсон, например, он скорее рассказывает о секретах провала, чем о секретах успеха. И как подняться после этого провала. И как жить после этого. Вряд ли он там поднялся до того уровня, на котором находился. Но он выжил. Но он выжил и теперь счастлив. И он об этом рассказывает. Гармонию обрел. А вот, да. А спикеры типа Насима Талеба, маршала Голдсмита или Германа Грефа, они дают контент вымученный, интеллектуальный. То есть у них есть какое-то решение, какая-то концепция. Она не связана с их жизнью, она не связана с их женой, с их любовью, с их детьми. Они просто рассказывают о том контенте, который сейчас является актуальным, который вышел в книгах, например. Маршал Голдсмит книгу написал, у него что-то в книгу не вошло. Он приезжает, рассказывает это со сцены. Они являются носителями новаторского контента. Вообще идея глобального форума у меня заключается в том, что я хочу на сцене видеть лучших представителей человечества в разных областях. Лучший представитель человечества в спорте. Лучший представитель человечества в предпринимательстве. Лучший представитель человечества в кино. Я хочу этих лучших со всего мира привозить в Москву. Восемь лучших из восьми отраслей. Вот форумы сколько они проходят? Один день, неделю, два дня. А, то есть вот весь этот масштаб уместился в два дня? Да, двудневный форум. А готовили его сколько? Год. Мы сейчас опять готовим наш следующий форум. Расскажи, пожалуйста, когда будет следующий форум? Кто будет выступать? У нас линейка форумов. Мы не проводим один форум. Мы проводим сейчас форумы регулярно. Но ближайший? Ближайший будет 19-20 февраля. Мы его проводим по поручению Сергея Семеновича Забянина. А он бывает на форумах, да? Он у меня выступает. Один раз он выступал у нас, а один раз выступал сам у себя, где мы организовывали. А какая тема его доклада была? Бизнес в Москве. Как делал бизнес в Москве. Сейчас будет правительственный форум. Мы его делаем по поручению. Там будет тема «Выход за рубеж». Это будет опять 20 тысяч. Ну, потому что только мы можем 20 тысяч собирать в России. Там будет выступать Сергей Семенович Забянин. Несколько министров, пока не назову кто. И крупные предприниматели, которые будут рассказывать о том, как они масштабировали свой бизнес. Это даже не форум. Это скорее такая двухдневная программа обучения. Кто приходит на эти программы обучения? Московские юрлица, предприниматели, ИП, ООО. Если у вас есть ИП, или вы можете от лица ООО страна ФМ прийти, зарегистрироваться. Мы специально откроем ИП, чтобы сходить на форум. Не надо, я вам уже открыл. Спасибо. Вот так что-то делать, да? Все, вы можете от моего, там, 5 человек от одного ИП. А чем будет полезен вот такой форум человеку, который... Ну, например, вы захотите... Вот вдруг вы захотите ввести какой-то свой собственный бизнес. Вот на этом форуме вы за 2 дня. У нас там 12 часов в сутки, без перерыва, без обеда, без перерывов. Вы узнаете, как делать лендинг. Не едите, что ли? Вообще, без перерыва идет. Я вот в 12 часов, я сижу за столом, как масляков, и модерирую все, что происходит на сцене. А вот какие-то там девочки приносят, там, какие-то вам бутербродики? Мне приносят девочки, очень красивые, да. Есть это. Очень красивые девочки приносят, очень вкусные бутерброды. Значит, как делать ленд, как упаковывать дизайн, как делать маркетинг, диджитал трафик, настраивать соцсети, вести свой Инстаграм, вести финансовый учет в компании, юридическое сопровождение, управлять персоналом, настраивать колл-центр. Вот это все за 2 дня. Это программа «Лучшие в стране». Дорогие друзья, телерадиоканал «Страна.ФМ». Григорий Оветов у нас сегодня в гостях. Эксперт по бизнес-образованию. Смотрите, слушайте, обучайтесь и становитесь богаче. Все это благодаря «Стране.ФМ» сегодня. Григорий, ну мы так каратенчико обсудили твой бизнес-форум, который прошел, который проходит. Я хочу, извините, я хочу записать вот это вот «Становитесь богаче». Это надо записать нам на рекламный аудиоролик. У нас как раз такого нет. Еще таким низким голосом «Становитесь богаче». Вот видите, вот в чем-то, вот и секрет успеха Григория Оветова. Просто на ходу креативит и придумывает. Давай вернемся все-таки вот к тому моменту, когда ты поступал в институт и не получил системное образование. Ты чего хотел? Много зарабатывать, много учиться. Вот каким ты был мальчиком, подростком, ребенком, и как из тебя получился такой человек важный? Важный человек в бизнес-мире. В детстве я хотел быть умным человеком. Умным, интеллигентным я вырос. Это семья? Это интеллигентная семья, и поэтому моими идеалами были лучшие советские интеллигенты, все мировые интеллектуалы, книги которых я читал. Поэтому для меня скорее образ идеала был не, как ни странно, не успешный предприниматель. умный, интеллигентный, всесторонне развитый, ну, пассионарный, безусловно, потому что теорию пассионаризма Льва Гумилева я к этому моменту уже знал достаточно хорошо. И поэтому вот мои образы, они скорее были, отсылки были к дворянству Российской империи. Вот туда у меня были отсылки. Мальчика с такими амбициями, с подобными отсылками готовили к поступлению. Какой вуз родители? У нас была сложная история с поступлением, потому что мы были из достаточно небогатой семьи. И я в силу того, что был вынужден работать сразу после школы, потому что это была необходимая функция для того, чтобы хоть какое-то материальное обеспечение иметь. И это, кстати, нам помогло впоследствии. То, что ты работал сразу? Да, из-за того, что я начал сразу работать. Я это, кстати, рекомендую очень многим ребятам, у которых есть вынужденная необходимость работать. И которые... Тотальная большинство... Не бояться этого просто, да. Нет, ты знаешь, ведь очень многие переживают, что они работают, они могут полностью отдаваться учебе, скажем, как их одноклассники, которые поступили в вуз. У меня так было. Я поступила учиться, училась на вечернем отделении на журфаке. Днем работала, а страшно мечтала днем учиться, как все. Но потом выяснилось, что это было правильно. Работать это вообще очень хорошо. И это не значит, что надо бросить вуз. Это же не обязательно. Вопрос, что не все вузы дают совмещать. Ну, вечернее отделение или отделение выходного дня, или достаточная мотивация внутренняя, чтобы какие-то знания получать в онлайне. Но я помню, что я очень большой объем знаний получил из книг. Я их читал. Что порекомендуешь, вот, например, людям, которым сейчас 17? Да, прочитать Ричард Брэнсона «К черту все, берись и делай» обязательно. «Теряя невинность», что еще там у него есть? Да, «Теряя невинность» — это книга. Это, кстати, одна из любимых книг и роман Шахман. Ну, я просто читал. Это обязательно должно быть «Покер для лжецов» Майкл Льюис. Вообще, Майкл Льюис написал очень много интересных книг. Одна из них, например, по одной из них поставили гениальный фильм «Игра на понижение». Два года назад в кинотеатрах он вышел. И «Игра на понижение» тоже очень интересный фильм о том, как вообще строится экономика, о том, как выглядит глобальная экономика в мире, исповедь экономического убийцы. Это очень интересно. Ну, финансиста надо было прочитать в школе, но если не прочитали, то, да, можно прочитать и во взрослой предвремени. Очень интересно в биографии. На биографиях я прямо постиг. Давай тройку биографий, которые вот мастер. Ну, я прямо последнюю скажу. Я ее не мог читать в школе, потому что она только сейчас вышла. Но она на меня сейчас произвела такое невероятное впечатление, Ну, конечно, если бы я прочитал ее в школе, я бы, наверное... Был другим. Был бы, ну, не другим, а скорректированным. Это «Время Березовского», книга Петра Авена, где он интервьюирует Чубайса и многих других деятелей эпохи 90-х о том, что было базисом развития Березовского Бориса. Главное открытие для тебя что? Там два ключевых было. Первое, это Березовский ходил, он ходил в конце 70-х годов и всем друзьям говорил о том, что он хочет стать долларовым миллиардером. Ну, чтобы было понятно. Долларовый миллиардер в конце 70-х в Советском Союзе, научный сотрудник. Ну, так же, как хочу стать, я не знаю, инопланетянином. Ну, да, это что-то из разряда несуществующего. Тогда долларовый миллиардер в Советском Союзе даже не произносил. Вернемся к долларовым миллионерам-миллиардерам чуть позже. Оставайтесь в компании страны ФМ. Дорогие друзья, созидающая энергия синергии. Сегодня на телерадиоканале Страна ФМ мы продолжаем общаться. Сколько, сколько тебе потребовалось времени на это, скажи честно? Ну, сколько, сколько? Ему секунды даже так. На чем вы сидите тут? Вы мне ничего не предложили заходить почему-то, я понимаю. А кофе не пил? Почему? Нет, я думаю, это не кофе. Слушайте, черный чай и горький шоколад. Григорий, я хочу тебя мучить. Да, да. Дальше. Звучит сексуально. Потому что история успеха человека, который сидит перед тобой, это гораздо интереснее, чем разговаривать про людей успешных, которые где-то там со своими миллиардами. В общем, ты поступил... Которые уже умерли, ты хочешь сказать. Тем более, когда... Люди из другого времени, да. Ты поступил в институт, ты работал одновременно, ты много занимался спортом параллельно. Так это или не так? Спортом я начал заниматься уже, когда я выпустился в 23, в 24 года, я осознал, что мне не хватает спортивного физического развития для дополнения моей мужской харизмы. И зафанател и увлекся излишне. Спор, да, вот это все? Тайский бокс. Излишне даже я увлекся тайским боксом, да. До какой степени увлекся? Ну, до нескольких переломов я точно увлекся. Да. Тогда я занимался спортом интеллектуальным, шахматами я занимался. А шахматы с детства были у тебя? С 10 лет. Вот это очень важно, потому что сейчас, мне кажется, к шахматы переживают какое-то второе рождение, это круто. Реально, все ими занимаются, у всех либо репетиторы, либо школа. И я иногда смотрю на своего сына и думаю, а не отдать ли тебя в шахматы? Шахматы и тайский бокс. Шашки, говорит, отдай, да? Шашки, ну, это как домино. Ну, скажи, пожалуйста, что тебе, может быть, в твоей бизнес-сфере дают шахматы? Ты чувствуешь, что вот это у тебя оттуда? Есть всего две игры, которые принципиальным образом влияют на вообще мышление. На мышление, да, мышление как слово. Мышление влияет на все остальное, а они влияют на мышление. На мышление и на интеллект, на некоторые части интеллекта влияют шахматы и го. Го – это в случае, если вы не занимались шахматами с детства, и вот сейчас вам 30 или 40 лет, тогда я вам рекомендую начинать изучать го. Потому что го – значительно более подъемная история с точки зрения входа. Вход в го легче. Поясни, пожалуйста, для тех, кто первый раз слышит название. Го – это древнекитайская игра с самым большим количеством комбинаций. Больше, чем в шахматах, да? Да, больше, чем в шахматах. До какого-то периода времени ни один робот, ни одна программа не могла победить игрока в год человека. Но, к сожалению, Google решил эту задачу, и одного самого известного китайского мастера Го его программа Google одолела. Что сейчас этим китайским мастером? Я не знаю, но это большая трагедия была для всего мира Го, потому что они гордились этим, для них это было важно, потому что шахматиста победил Гарри Каспарова, уже победил в 98-м году. В общем, совет от Григория Оветова маленьким деткам в шахматы. Большим деткам в Го. Либо Го. Тайский бокс. Тайский бокс и шахмат. Про тайский бокс, на самом деле, к нему большие у меня есть вопросы, потому что, мне кажется, это очень травмоопасно. Тайский бокс менее травмоопасен, чем бокс, в силу того, что удары в тайском боксе распределяются на все тело, а в боксе в основном большая часть ударов попадает в голову. А думать там тоже нужно? Скорее, ну, действительно влияет на голову. То есть я общаюсь со многими, особенно тяжеловесами, боксерами уже в возрасте, и видно, что, конечно, пропуск ударов сказывается на мышлении. Поэтому, если выбирать между боксом и тайским боксом, это, конечно, тайский бокс. Хотя можно ограничиться и борьбой. Ну, и это обязательно, конечно, игра, которая влияет на развитие интеллекта. Это шахматы или Го. Мне это очень сильно помогло. А плюс ко всему, ты же еще занимаешься скорочтением. Есть такое дело в твоей биографии? Ну, я много лет изучал скорочтение. 8 тысяч знаков в минуту. Да, это был пик, на который я вышел после года тренировки. Смотри, мы выяснили, что уже при себе, Григорий. То, что шахматы, тайский бокс, скорочтение, много-много-много, в принципе, читать, быть любознательным человеком. Что еще? Что еще? Огромная, наверное, трудоспособность? Ну, вообще, работоспособность – это одна из базовых компетенций. В случае, если ты не родился с серебряной ложкой во рту, у тебя просто других вариантов нет. Я вот встречался с одним вашим коллегой, тележурналистом, о котором у меня было достаточно спорное впечатление до личного знакомства. Это один из самых известных тележурналистов России. И у меня о нем, естественно, было впечатление спорное, в силу того, что я не велюсь потребителем его продуктов. Я, в принципе, не смотрю телевизор. Я с ним пообщался, и мы с ним два часа подготавливали его к выступлению у меня на форуме. У меня в апреле будет форум, инсайт-форум. Когда? В какого числа? Инсайт-форум 24-25 апреля. Идея инсайт-форума заключается в том, что это такой русский TED. Это вообще не про бизнес. Русский чего-чего? Русский TED. Это что такое? TED – это известный американский формат, при котором открытые лекции. Открытые лекции на разные темы. Наука, спорт, вообще все что угодно. Открытая лекция. То есть открытая, я буду мимо проезжать, я зашла, села и послушала. Это значит, ты мимо проезжаешь, заплатила деньги, зашла, села и послушала. Вопросы задают, что ли, открытые лекции? Не-не-не, ну такие открытые лекции, свободные, на свободную тему. Лекции на свободную тему. Ну подожди, то есть Роман Шахов может пойти на твой форум и поделиться опытом? Роман может пойти, если я приглашу Романа. Если я приглашу Романа, Роман будет. Пока я пригласил вот его, вот этого тележурналиста. Вернемся к нему. Мы с ним готовились, и выяснилось, что тема его выступления будет, ладно, я скажу Андрею Малахову, вот тема его выступления 24 на 7. И он дал контент под 24 на 7, как работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И у меня, честно говоря, там через 2 часа коммуникации с ним, у меня мнение по нему кардинально изменилось. Потому что я встречался практически со всеми, ну за обедом лично, практически со всеми тележурналистами в России, известными медийными. И я хочу сказать, что он у меня произвел одно из самых больших впечатлений именно из-за работоспособности. Потому что я работоспособность в людях очень уважаю. Это то, что я ценю в первую очередь в человеке. Потому что когда человек отдается полностью работе, когда он отдается полностью труду, он сразу вызывает автоматическое уважение, что бы за этим ни стояло. И женщина, и мужчина касается. Это касается и женщина, и мужчина, да. злой он, вредный, завистливый. Это все отходит на второй план. На первом плане, что он отдает всего себя труду. 12 часов в сутки он впахивает. Даже когда спит. Даже когда спит, потому что это не может не вызывать уважения. Потому что, ну попробуй ты так, повпахивай. 90% страны не впахивает. 90% страны работает. А что мешает этим людям, скажи, пожалуйста? Лень. Банальная. Вот, друзья, бросайте в эту лень. Да, лень, недостаточный уровень мотивации. При этом 90% в страны, смотря на тебя или на Андрея Малахова, считает, что повезло. Что касается, знаете, чего? Мотивации. Может быть, в мотивации вот еще что виновата. Нет какого-нибудь четкого профориентирования. Синергия может здесь как-то помочь? Учитывая то, что к вам приходят уже как бы сформированные люди. Я думаю, что отсутствие профориентирования это тоже лень. Потому что я помню, как у меня было профориентирование. Да, безусловно, у меня семья с достаточно глубоким интеллектуальным потенциалом была. У меня образованная мама, образованный отец. Но все-таки мое профориентирование, оно было в первую очередь сформулировано мною самим в тот момент, когда я занимался самообучением и самообразованием. Но здесь ты кривишь душой. Но не может в 6 или в 7 лет ребенок сам заняться своим профориентированием. Здесь уже родители, мне кажется, изначально. Но я скорее определился со своим будущим где-то к годам, так как 18-19. Где-то к 18-19 годам я понял, что мне интересно всего две области в жизни. И второе, я заняться не смогу в силу репетиционных потерь, это торговля оружием. А первое, было интересно, это образование и обучение. А это не шутка? Я читала просто где-то в интернете, что если бы не синергия, то торговля вот тем самым. Да, мне всегда нравилось то, чем занимался Виктор Бут. И я посмотрел фильм «Оружейный барон». Это была детская мечта моя. Но мне казалось, это невероятно привлекательно. Синергия. Гриш, лучше синергия. Тоже непонятно, знаешь. Потому что все-таки маржа у нас в образовании очень низкая. Мы обсуждали твой грядущий форум, и так он будет в апреле. Ой, нет, 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 февраля. 19-го, 20-го февраля. Вход бесплатный. Я жду всех москвичей. Ты какой молодец. А почему вход бесплатный? Потому что это событие, это программа обучения оплачивает правительство Москвы. На самом деле, событие очень дорогое. Это очень дорого стоит. Но Сергей Семенович, глава департамента науки, промышленности и предпринимательства Наталья Сергеевна Сергунина, они приняли решение это событие для московских предпринимателей сделать. Уже второй раз оно проходит. А уже можно говорить, какие спикеры? Наверняка будут. Да, конечно. Кто? Игорь Рыбаков входит в 200 богатейших людей России. Александр Лебедев будет рассказывать невероятный кейс о том, как он продал Индепендент Медиа арабам в Великобритании. Это, наверное, самый успешный россиянин, который делал бизнес в Великобритании. Ксения Шойгу будет рассказывать о том, как она помогает российским компаниям делать экспорт с Катаром. У нее отличные сейчас отношения с руководством Катара. Они делают там совместно торговые дома. Это невероятный кейс. Круто. И о том, как она продает гонку героев в другие страны, в том числе Китай. Будет очень много контекстных, контекстных инструментальных спикеров. Лучший спикер по Инстаграму в России. Их, к сожалению, широкая аудитория не знает, но зато они научат инструментами, как управлять диджитал, как управлять финансами, как упаковывать. Ицхак Пентасевич, один из ведущих мотивационных тренеров, мой товарищ, будет рассказывать о том, как в себе находить энергию, чтобы достигать новых вершин. Это очень интересно будет событие. То есть, получается, что любой желающий может совершенно спокойно... с наличием ИНН или ООО, то есть юрлицом. Подожди, то есть необходимо на... 5 человек от одного юрлица. На входе показывать документы? Не на входе, на моменте регистрации. Все, отлично. Друзья, 19 и 20 февраля спорткомплекс Олимпийский вход абсолютно бесплатный. Приходите, смотрите, слушайте, учитесь. А скажи, пожалуйста, ведь для наших российских спикеров это что-то новое выступать, да, и рассказывать, делить своим опытом, а вот для иностранных это уже такая практика. Да. Подход отличается? Отличается? Принципиальным образом. А чем? Конечно, англосаксонские спикеры значительно более профессиональны с точки зрения подготовки и проведения публичного выступления. Ну, все-таки их опыт мы вот обсуждали. То есть как шоум-мэна ты имеешь в виду? Мы обсуждали про некачественную картинку российских клипов. Вот это примерно то же самое. У нас опыт это какой? У нас опыт это 27 лет выступлений. Меньше 30. А у них опыт это несколько сотен лет выступлений, плюс ораторское искусство, базовая дисциплина во многих школах, в отличие от наших образовательных школ. Да, у нас буквально, мне кажется, несколько лет назад наши всемогущие люди начали нанимать репетиторов по ораторскому мастерству. И наши чиновники все еще не умеют выступать. И не учатся. И не учатся, да. А, конечно, европейские чиновники, англосаксы, потому что для них дебаты являются, например, ключевым элементом предвыборной кампании, в отличие от нас. Поэтому там, конечно, принципиально другое, иное отношение к ораторскому мастерству. Скажи, вся информация есть на сайте Синергии, да? Можно зайти, посмотреть. Вся информация есть на сайте трансформация.рф. Вот. Скажи, а готовить спикеров к выступлению, этим вы тоже занимаетесь, правильно? Да, мы готовим спикеров к выступлению, особенно если это чиновник. А честно признаюсь, ты сам не волнуешься, когда выступаешь? Я очень сильно волновался. Первый раз, когда мы собирали Крокус на 6 тысяч. Это был самый волнительный для меня момент, выйти на сцену Крокус. У тебя есть какой-то секрет вот мгновенный, который помогает? Сейчас секрет очень простой. Его могут все записать, и вы его можете запомнить. Это очень важный секрет, очень простой. Для того, чтобы не волноваться, выступая на больших аудиториях, надо просто каждый месяц выступать в аудитории на 20 тысяч человек. Это просто. Практика. Да, это просто. Вам всего-навсего надо каждый месяц выступать на аудитории в 20 тысяч в Олимпийском. И всё. И вы через полгода перестанете вообще волноваться. То есть сейчас для тебя это... У-ху-ху! Привет, Олимпийские! С вами Григорий Аветов. Если очень сильно нервничаешь, просто попроси софиты тебе, чтобы осветили побольше. Твои пожелания, может быть, коротенько предпринимателям нашей страны, бизнесменам? Мы живём в отличное время, когда людей случайных в бизнесе в России уже практически не осталось. Все случайные в Корбсе остались динозаврами. И поэтому сейчас бизнес растёт на интеллектуальном бензине собственном. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Григорий Аветов в эфире Страны ФМ. До новых встреч. Жди нас на своих форумах. Вот придём. Пока. Пока-пока. До свидания.